Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Я не знаю, как относиться к ситуации, как расстояние может повлиять на семью, я очень обиженно и раздавлен. Я знаю, что психологи не дают советов, но я не понимаю, как себя даже вести. Пока только кричу из скандала. Несколько месяцев назад мы решили переехать в другую страну, на родину мужа. Готовились, собирали документы, продали часть имущества, наконец приехали. Собрались, остаться здесь минимум на год. В итоге не прошло месяца, муж заявил, что ему тут надоело, жизнь лучше не стала, надоело менять подгузники детям. И теперь он начал работать снова в России, в противоположном регионе от места нашего проживания. А меня с детьми отправляют к маме, так как свою квартиру мы сдали. Сказать, что я в бешенстве, это не сказать ничего, как мне было все тяжело провернуть, в том числе морально. И вот тебе, на, собирай чемоданы обратно. С нами мой ребенок от первого брака. Там еще с первым мужем были долгие разговоры. Всех убедила, все организовала. Финансово мы обеспечены на жизни. Здесь мы набрали приличную сумму, плюс весьмесячный пассивный доход. Нет никаких препятствий пожить спокойно в тепле, подрастить детей. На последнее место работы. А живем мы в одном из мегаполисов России, он считал дни до увольнения. Плакал-то, как он устал и как он же хочет уехать из этой холодной России. Теперь вдруг заговорил о карьере, видите ли, ему захотелось совершения, и предложения он ждет от компании из Шиты. Видеться мы будем раз в три месяца. Это вахта. Я очень обиженный зла, я считаю это предательственной слабости, бегство вам отбыто. Но простите, этот быт всего лишь наши чудесные дети. Общих малышей три. И он бросает меня с ними одну. Дома в России у нас была няня, дети постоянно болели. Мы колоссальные средства тратили на няню и на врачей. Если бы не моя работа, то было бы туго. Сейчас весь его заработок так же будет летать в трубу. Те же няни, врачи, да еще и аренды квартиры, так как выселить людей мы не можем. Но он уперся в абсолютные цифры, высокое ЗП, и не переключается на относительные показатели, что по факту он ничего не зарабатывает, но семья дает трещину, не заработает. Смотрите. Во-первых, вы абсолютно правы в том, что психологи действительно не дают совет. И на мой взгляд, очень хорошо, что вы понимаете это. Самым лучшим способом здесь решить проблему, было бы вам вместе с мужем обратиться к психологу, по крайней мере до тех пор, пока он, например, не реализует свой план. Вот, потому что у вас с мужем, очевидно, здесь назрел кризис, и, соответственно, кризис нужно как-то решать. Вот. Это первый аспект, который хотелось бы отметить. Второй аспект, который бы я хотел отметить, это то, что тот способ, тот способ, которым вы выбираете пользоваться для выражения своих чувств и эмоций. Да, то есть вы выражаете это в форме претензий, в форме требований, в форме, как бы, скандала и так далее. А это делать необходимо в другой форме, в форме я сообщений, в конструктивном, так сказать, ключе. И этому вас может научить, собственно говоря, психолог. Психолог может научить вас общаться неконфликтно, так, чтобы, ну, говорить о себе, говорить о себе, да, говорить о себе, говорить о своих чувствах, например, максимально, ну, скажем так, корректно, да. Да, не, допустим, там, ну, не обижая вашего мужа и так далее. Вот. Вопрос заключается в том, хотите ли вы этому, хотите ли вы этому научиться. Да, чтобы, чтобы вот от такого конфликтного и противоборствующего состояния, да, перейти в состояние, ну, скажем так, немножечко другое, да, состояние, когда вы, ну, более, скажем так, корректно и более, может быть, как-то вот... щадящее, может быть, относитесь к твоему супругу, да. Следующий важный момент, на который мне бы хотелось обратить ваше внимание, это, конечно же, ваше чувство, вот, которое в данном случае получается достаточно сильно игнорируется, достаточно сильно подавляется, на мой взгляд, потому что вы занимаете позицию силы, вы занимаете родительскую, вы занимаете родительскую позицию, и, соответственно, в этой самой позиции силы, позиции родительской не остается возможности для вашего мужа проявить себя как мужчина. Собственно, ваша семейная модель, или, можно сказать, супружеская модель сейчас, это модель родителей-ребенок, в которой родителем являетесь вы, вот, а муж является ребенком. Вам эту модель деструктивную необходимо менять, потому что вы в ней чувствуете себя нехорошо, и ваш муж тоже в этой модели чувствует себя нехорошо, вот. И для этого необходимо размещать свои чувства, разговаривать, услышать друг друга, говорить о своих желаниях и так далее. У вас же в этом смысле происходит замещение. Что это значит? Это значит, в данном случае замещение означает то, что вы, ну, говоря о своих чувствах, да, говоря о своих желаниях, вы это облекаетесь в такую вот форму, форму ожиданий, форму претензий к мужу и так далее. Вот. Это, к сожалению, деструктивный путь, который ведет в никуда. Поэтому ваша задача, на мой взгляд, заключается в том, чтобы вот эти аспекты проработать. Когда вы говорите про обиду, обида это чувство маленького человека, это чувство человека зависимого, это чувство человека, который не несет ответственность за свою жизнь. И, а если у вас такие вот чувства появляются, значит, где-то вы очень сильно себя пропускаете. Я пытаюсь сказать, что, возможно, вы слишком много на себя берете. Я бы сказал, вот, если, опять же, мы здесь говорим с точки зрения вашего поведения, да, то я бы сказал, что вы слишком много на себя взваливаете. То, что вам тяжело. Да, и, возможно, вы как-то вот, желая стабильности, желая уверенности, желая защищенности, вы делаете это, делаете для этого все сами. Вот. Но проблема в том, что вы делаете все сами, в том числе и для другого человека, если вы, условно говоря, ну, по сути, вот хотите, чтобы ваш муж был более надежным, более ответственным. Но при этом, как бы, зачем ему это делать, если уже есть вы, да, если уже есть вы такая вот надежная такая вот, которая все сделает, все сделает, условно говоря, сама, да. Зачем, как бы, в таком случае вашему мужу что-то делать, вот. Я бы сказал же, что вот здесь у вас есть определенные страхи, я бы сказал, что здесь у вас есть определенная тревожность, вот. И это тоже необходимо, во-первых, проживать, да, во-вторых, смотреть, как это можно реализовать, вот. И гармонизировать отношения с мужем, конечно же, тоже, вот. Потому что сейчас вы идете по самому, такому, ну, по самому привычному, ну, и деструктивному пути, это пути-путь, претензии, скандалов. При этом игнорируя, как бы, да, то, что лежит в основе. Вот именно о том, что лежит в основе, вам необходимо учиться говорить. Мужа своего вы не переделаете, муж, муж, он такой, как он есть, вы такая, какая, какая вы есть. И вашей задачей является именно раскрытие, вот, как бы, ну, максимальное раскрытие своих личностей, так сказать. А чтобы раскрывать свою личность, необходимо выражать то, что вам важно, вот. Не в форме, повторюсь, претензий. Да, сейчас, совершенно очевидно, в вас чувствуется много боли, много обиды. Ее необходимо вам прожить, потому что сейчас она вас отравляется, она вас подавляет. То есть, очевидно, что это накапливалось, то есть, вот, ну, неудовольствие, да, неудовлетворенность, тревожность, влость, какие-то обиды, истощенность. Вот, и, соответственно, вам необходимо вот свой эмоциональный тонус немножечко сбросить сейчас. Да, это можно сделать на консультации со психологом. Дальше вы говорите, я не знаю, как себя вести. И если мы говорим о том, что вы не знаете, как себя вести, то и мы не знаем, как вам себя вести. Но для начала, неплохо было бы определиться именно с целью. То есть, я хочу себя вести, чтобы что получить. Вот. Это, пожалуй, первый шаг, который вам нужно сделать. Второй шаг, который вам нужно сделать, это заметить то, что с вами происходит, когда вы, например, скандалите, так? Вот, и так далее. Дело в том, что действия вашего мужа действительно напоминают бегство. Действительно напоминают бегство. Это правда. Вопрос только в том, от чего он бежит. На мой взгляд, он бежит от вашей, как раз таки, родительской позиции. Вот. Понимаете? В чем штука. Если вы обратите внимание на то, как вы говорите о своем муже, то вы, в общем-то, его достаточно сильно обесцениваете. Если вы, как бы, относитесь к пренебрежениям из высока, а себе говорите, что если бы не я, то вот как, как бы, все было бы хорошо. И парадокс в том, что это действительно так. Но это так, потому что вы все на свои плечи взваливаете. Если вы не будете взваливать на свои плечи то, что вы не хотите. Если вы не будете за все брать ответственность, то ситуация начнет меняться. Часто болеющие дети, это следствие тревожности родителей, это следствие гиперопеки родителей. Это следствие страха за детей. Но, по большому счету, страх за детей, это подавленная злость. То есть, невозможность отграничить себя от детей. То есть, ваша семейная система в целом нуждается в коррекции. Почему я сказал, что вам с мужем, да, нужно было бы обратиться к специалисту. Вот, наверное, такой ответ в целом можно вам дать, да. И когда вы больше будете думать о себе, когда вы больше будете проявлять себя, когда больше будет любви у вас к себе самой, на мой взгляд, ситуация начнет меняться. Она меняться, она начнет в лучшую сторону, но не сразу, а постепенно. Вот. И, естественно, вам нужно решить свои личностные проблемы, потому что, например, то, что у вас первый брак не сложился, да, то, что у вас в своем браке есть определенные трудности, это выдает определенную модель поведения. Это определенная модель поведения является вашим жизненным сценарием, который, если не подкорректировать, будет продолжать влиять на ваши отношения и саботировать их. Вот. Хочу обратить ваше внимание также на то, что вы нашли виноватого. Виноват вашему, что вы всю свою злость обратили на него. Это самый привычный, но самый бесполезный способ обращаться с своей злостью, потому что, по большому счету, в этом смысле вы бежите от того, что вам не нравится, в то, чтобы обвинять и перевисеть всю ответственность на другого человека. То есть, вначале вы эту ответственность берете на себя, и после этого человек вам должен. Понимаете? То есть, для чего момента в том, я что-то делаю для мужа, да, но он мне должен. А ведь муж живой человек, у него действительно могли бы меняться планы, взгляды и приоритеты. И вот этого, вот этого, этой ситуации, может быть, и не было, если бы вы были внимательны к себе и не делали бы для кого-то того, что вы не хотите, или вам тоже тяжело. Но вы этого не замечаете, вы привыкли как бы решать проблемы, вот. А привычка решать проблемы, то есть, спасать порождает жертв. Родительская позиция порождает детскую позицию, вот. Соответственно, если вы готовы менять свою модель поведения, обращайтесь к психологу и начинайте психотерапию, вот, желательно вместе с мужем это можно сделать онлайн, онлайн. Вот, ну и, в общем-то, все. А что касается того, как вам себя вести, то это зависит от вашей цели, да? То есть, можно гармонизировать ваши отношения с мужем, можно вам помочь разобраться в себе, а можно вам помочь пережить расставание, расход и, соответственно, ну, подготовить вас, условно говоря, к выстраиванию новых взаимоотношений, вот. Тут все зависит от вашего желания. Но у любой цели будет своя цена, и придется прилагать усилия, и вам нужно себя спросить, а готовы ли я эти усилия прилагать. На этом все, буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью. Вы большая молодец, что поделились с вами проблемой, но это только первый шаг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!